Можно нам Николай Кривовичу что-то не скажет? Вы хотите от меня услышали? Можно или вставать? Нет, мне так лучше, я посиделся, но все на нас уже. Друзья, я не буду сегодня говорить про социальную составляющую, про все ветеранские дела, военно-политическое воспитание, выкрытие, памяти, гемориальное мероприятие. Все вы знаете, все мы представим. Ну, кто не знает, я думаю, могут это начать. Прежде чем вы увидите каких-то точках просто, конкретно, по белой полунице, нам надо сначала назвать валютые точки. Вот я постараюсь 5 кг положиться. Значит, самая главная проблема, словами Сталина, скажу, кадры решаются. Кадры нет, ребята, договоритесь. Что начинать сами с себя. Вот мы собрали здесь 5% активных мыслений. 95% даже мыслей, даже вопросов таких себе не ставят, что им надо с себя чего-то начинать. Значит, чтобы решить маломарский тракторный дефицит, вот Оксана Алексеевна, больная, мы с ней в этом плане антагомист в плане медицины, и у каждого своего точки зрения мы друг друга не переубедим. Она будет говорить, что здесь все черное, что стакан наполовину пуст, я буду говорить, что он стакан наполовину пола. Это, скорее, с такой точки посмотреть, и посмотреть с проекцией именно в сравнении с другими субъектами, скажем так, региона. Вот нет служебного жилья. И вы ведь так хотите. Вот я по просьбе администрации нашей больницы в социальных сетях распланировал объявление о том, что больница пойдет на это, она будет выплачивать за аренду, что только два врача уже агентарно готовят приехать. У нас случается, у нас вот так, вот эту тему выполнили. Да, все дальше. Кадрово правило. Отсюда, значит, отсутствие нормальной, в этой фразе я соглашусь, но в подходах не слушать, значит, медицины и образования, оно ведет к чему? К демографическим проблемам. То есть народ не остается, он здесь не рожает, и здесь не желают воспитывать детей и возвращать их сюда. Демографическая кривая, она у нас идет по нисходящей. То есть вот это взаимосвязано. Социальная инфраструктура тоже взаимосвязана. Это тоже болевая точка. У нас нет здесь дополнительного детского кафе. Элементарные вещи. Детям, молодежи, вечером нечем заняться. Все сидят в кафе. Пожалуйста. То есть мы проигрываем в этом отношении крупных городов. Дальше. Болевая проблема самовложения. То есть, опять же, вопрос культуры. И отсюда, скажем так, попротив проблемы, это проблема ППМИ, поддержки местных детских. Мы можем разработать множество. У нас вот набережная реки Белополнится, лежит уже просчитанной со сметой. Проект 4,5 миллиона. Он лежит. Он будет лежать пока, может быть, не сделают берегу купления. Но найдет ли он, так сказать, своего грандодателя через 2-3-5 лет, мы не знаем. Под это дело, это тоже определенная фишка социо-культурная, которая бы привлекала сюда народ. То есть могли бы люди эти вещи использовать. И, наверное, действительно, кроме вот этих, так сказать, болевых точек информационной площадки на сегодняшний день, кто владеет информацией, кто владеет миром, у нас очень разобщено население. У нас есть какие-то локальные программы развития информационного у инженеров и так далее. Но глобальные вещи, даже сам факт, что сколько нас собралось, я считаю, очень мало нас собралось. Места заняты, но должен быть полный зал. А его нет. Его не было ни на каких... Ни на одном мероприятии. Ни на одном мероприятии. Еще раз, мы депутатов это собрать не можем. Так вот я говорю. Те люди, которые болеют просто за свой хорох, они иначе. Все, остальное. И народ действительно не знает. Даже газеты не читают. На стендах информацию не видят. Там хоть баннеры, хоть везде раздайте рекламу. То есть информационная площадка, это болевые точки. По точкам роста. Все, я закончил. По болевым точкам, по точкам роста. Промышленный парк. Я здесь не специалист. Значит, вы коллеги, кто связаны с производством, пожалуйста, у вас производственники. Занимайтесь. По рекреационному направлению. Действительно надо обсуждать. Сделать такую вкусняшку, которая, то есть у нас уже имеется некий, как сказать, базис. Грейтвилд. Подключаем сюда. Действительно, если сады при заключении по этим промо-годам будет достаточно востребован с точки зрения медицинской. С экономической составляющей. То есть это выгодно. Будет здесь реализовывать. Почему нет? То есть вот это все объединить. По сопропилю. В свое время, до эпохи компьютерной, занимался медлайнером. Узкие гряды. Поскорезы. То есть вот это тоже мне очень импонирует. Вот это все, что было сегодня сказано. Я вообще как бы додерял рог и ничего не могу сказать. Но это тоже точка роста. Это тоже надо сегодня обсуждать. В принципе вот это надо сконцентрироваться. А я одну только вещь сегодня скажу на обсуждение. Кто-нибудь знает про амарант? Да. Я в хорошем веке. Так было здорово. Я в курсе, что амарант это хлеб ацтеков и май. Что это экологическое питание. Что это безглютеновый продукт. Я сейчас как врач скажу. Врач, который имеет сертификат по нутрициалу. Значит это единственный зерновой продукт, который безглютенов много. Банальная гречка и рис и кукуруза. Значит это единственный продукт содержит незаменимую аминокислоту лизин. Это аналог животных белков. Понимаете? Это единственная зерновая культура, которая содержит скволен. Скволен это антиоксидант противораков, который содержится только в печени акулы больше нигде. Это культура, которая возделилась тысячелетиями. Май и ацтеками. У нас, значит, если это можно реализовать и наши земли позволяют реализовать этот продукт. У нас в Кирове, наверное, только в одном земле. Мы сеяли. В земле растет. Там все, там перерабатывается от цветов, листьев на чай. Не хуже гибрид. Да, то есть, значит, Иван-чай, да? Значит, пожалуйста, коллеги, вот вам фишка. Значит, не хуже Иван-чая, это все можно перерабатывать. Пожалуйста, то есть мы решаем проблему создания, переработки, показательное производство и глубокой переработки на уровне района. Это будет фишка, которая будет притянута к рекреационной зоне. Значит, если здесь бромьёблеров, если здесь возможно на этом фоне сделать некий комбинат, скажем, по развитию Олимпийского резерва, потянуть сюда, сейчас живем в Север, Бельтонии, да? Иван-чай, Драна, какой-то ленивый не говорит, а мы этого Допин-то шли оттуда. Если эти продукты обосновать, что они в плане экологически здорового питания дадут хорошее, старт, скажем, спортсменам, детям, вот вам фишка, я замучен. При создании клавишники чистой кожи. Амаран, конкретная вещь. Амаран, он размером как очист. Мы сеяли. И вы и сеяли дальше с ним не делали. Это зерновая культура. И такого роста, он такой, разная сада. Нет, вы его сеяли, и дальше вы что? Дальше вы с ним делали? Припутка? Нет, припутка. Мы только оборвали, у нас даже поля большие. Вот мне нужно сначала создать технологию близковатую. И тогда я могу это все сеять без техники. А у него никак большевики? Он его раз посеял, и потом он все год замыслил? Нет, каждый год сеял. Большевики это совсем другое? Нет, совсем другое. То есть выращивать его у нас можно, да? Да. Вы зайдите в магнит, в пятерочку. Вы спросите, у вас амаран есть? На вас глаза выращивают. Время простора он есть. В разделе диетические продукты, значит, полкило амаранта упакованного мука. Ну, наше, как бы сказать, это российское производство. То есть я призываю конкулировать в этом плане. Значит, на Керской области точно есть, а в 160 рублей стоит полкило. Значит, здесь, когда праздник Железа, значит, город Мастеров был. Стояла, стояла одно, как сказать, палатка, не палатка. Значит, они, они заинтересованы, я так понимаю, белорубинские ребята, для кунов, 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 я не знаю, виситочку, у меня есть группа в Картахте. Они занимаются самоками, опять же, не собственное производство. Они сделают здоровое питание, там выделенное коктейли, это же лечебное, ну, функциональное питание, так называют. Почему они мне заняться здесь? Понимаете? Я сюда пришел самораб. Кстати, для развития МСВ точно очень интересно. Можно еще задать вопрос, как говорится, кинуть на обсуждение, которое не мной синтезировано, как бы возникло в сети знакомых, с ними здесь спросили, почему в Белой Холунице не открывают птицефабрику? Ну, я не знаю, чего ответить, почему не открывают, правда, да? Если есть полно свободных площадей, если есть... А не вонючая такая. Это не экологически чистая. Это жуткая вон, но очень большая тема. Просто человек задал разумный вопрос, почему сюда возят хур из Белгорода, и еще там, бог знает откуда, из совершенно других регионов. Мы не сможем с ними конкурировать. Это все привозить нужно. Коллеги, а вы, давайте, как говорили, мы уже ушли в сторону здорового питания, развития и так далее. Вот белковые продукты на основе курятина, вы уверены на сто процентов даже у хороших брендов, что там идет чистое мясо. А речь идет именно о гормонозависимых заболеваниях. Посмотрите, когда девочки уже взрослеют, то есть и до сегодняшнего дня вырождаться, да, и генофонд вырождаться именно с этим. То есть курятина это не тот продукт, которым надо заниматься. Если вы хотите конкурировать, значит это либо кролики, либо канина, либо оленина. Николай, а кто его себе позволит? Я вам назвал три живота, которыми можно было бы заниматься. Николай, а кто его себе позволит? По финансам. Ну а может быть, свой вопрос. А вопрос, между прочим, не ценный вопрос. Она очень узкая, и она действительно, если бы мы здесь создали условия и технологии по производству вот этих трех видов мяса, которые выигрышны с медицинской, подчеркиваю, точки зрения, по содержанию качественных протеинов и низкого содержания жиров, вот таких скажем, да, и мы бы удешевили себестоимость этого продукта именно на этой площадке, то можно было бы говорить, если там вот еще одна точка. Вот если удешевить, потому что в противном случае мы будем его, как говорится, вывозить из бальона, а здесь будем поставить супер. Красивейшая история, то, что у меня заплатило. Но это вообще-то не я открыл, это в Австралии. Молисом по-моему. Вот. Берет пустое поле. Например, в Израиле пустыня. Ну или там не пустыня, но травма, свая. В общем, огораживает участок. Там курятник у него с крышей. И карман. Там засыпал, неделю не едят. Через неделю они это все выскрепили. Сердников нету. Они семена съели. Он туда сеет. Их передвигают дальше. Курицы, если еще участок готовят, тут он сеет. Там злаковые, все овощи, там что-то такое. Дальше он передвигает, пошел. У него по ступенькам. Так он 200 гектар сделал. А дальше у него технология. Кусты, лес и так далее. В общем, у него все это вот растет. И дальше, когда лес вырос, ничего делать не надо. Не бахать, не сеять, не убирать. Просто растет и срывает. Вот почему у меня дешевле, чем в колхозе восход получаться. Но дороже земля дает продукции. Вот почему. Вот какие технологии-то есть. А мы башем, жонгировали, покупаем, в Америку деньги отправляем. Кстати, трактора нужны для того, чтобы военная промышленность вовремя смогла выпускать танки. Удобрения нужны для того, чтобы военная промышленность имела замечательную любовь в кармане. Помните, в Москве ГАЗ-53? Мяч с селитрами взорвали целого дома без стола. Какие-то взлочатки. А это нам совсем не нужно было. Так, еще какие-то предложения. Можно просто слово сказать, пока все собираются с предложениями по поводу привлечения средств в район, в принципе. Но все знают, что есть президентские гранты, мимо которых общественные организации нашего района, которых всего две, пролетают уже третий год, потому что у одной нет даже бухгалтера и нет расчетного счета, у второй не хочет этот расчетный счет полностью использовать и не хочет информатизироваться и тем более писать эти гранты. То есть, конечно, не первый год я на общественных сборах каких-то там говорю о том, что в малых городах и в сельских поселениях нужна какая-то особая политика в отношении общественных деятелей, которые что-то могут сделать вне образования НКО. Но вот мне все говорят, что это не позволено бюджетным кодексам, это не позволено налоговым, там еще рядом кодексов. Но вот смотрите, просто в этих условиях, в условиях нынешнего законодательства, нам-то доступно очень немного. Вот буквально на днях выявили грант наши ветераны на 15 тысяч рублей. На 15 тысяч рублей, да? Конди и Самарская губерния. То есть, они там получат средства на какие-то, ну, грубо говоря, на оборудование, чтобы ухаживать за газонами, чтобы благоустраивать свои зеленые зоны, продолжать работу на аллее памяти, продолжать работу и развивать ее с нуля на других общественных территориях в микрорайонах наших. Но скажу, что вот нам просто не от кого подавать крупные заявки, потому что в районе невозможно. Давайте мы синтатизируем то, что вы сейчас говорите. Вы сейчас что говорите? Общественность не хочет заниматься даже или не так? Я хочу сказать другое. Я хочу сказать, что мы не можем по современному законодательству, по ныне действующему, мы не можем подать заявки, даже если у нас есть готовый проект, потому что нам не от кого упасть. Вы знаете, отлично. Я останусь. Подобейте секундочку. Возьмем в руки. Иначе мы не прислушаем сегодня Ксюху, не прислушаем меня, не прислушаем никого. Будем утилизировать мусор. И так и осталось пока три дня. Три направления. Вот есть молодежь у нас, которая хотела что-то сегодня нарисовать. Но если смотреть в общем, то на сегодняшний день по поводу пессимизма, из пессимизма кадров, как я не собрался, у нас, например, молодой, это производство, работают люди, которые живут в сиропе и палочке. И здесь работают как-то без проблем. Потому что, скажем так, от областного центра не так это никто. Вот можно я тебя поддержу? Вообще в последнее время в экономике кадры не считаются ресурсами. Если есть где работать, кадры можно принести хоть. Я не знаю, из первого, чтобы отправить вас будет. Поэтому у всех ресурсов уже несколько лет последних кадров не считаются ресурсами. Нужно искать из чего? Какие нам в сегодняшний день могут быть предоставлены возможности для того, чтобы здесь что-то реализовать? Конкретно, например, у нас на сегодняшний день есть возможности, там, грубо говоря, 300, 400 человек рабочих, например, которые бы занимались в чистом поле какой-то производ, вот такое высокотехнологичное, может быть даже просто от какой-то большой компании, заводик небольшой был организован в том плане, что у него будут там где-то налоговые льготы, значит, на создание всего года, например, инвестор за такт, там, 20-30 процентов, ему будут где-то там находят какие-нибудь тоже гарантии. И вот этот момент культивировать в первую очередь здесь. Вот инвесториальный парк, пожалуйста, все, вот вы о чем сказали, территория 10 гектар, а на сегодняшний день освобождение, грубо говоря, где перезеркнут? Я вопрос, что будем делать? Будем что делать? Презервативы? Для чего? Лигану? Для чего? Удобрения? Кого кормить будем? Что делать? Что делать? Город зарабатывает деньги? А чего? А чего это не проводить? Зачем? Ваши предложения? Вот этот вопрос, чтобы реализовать. В садовском центре, если люди поедутся, то снова в центре, что они могут, например, в завод? Эти... Летфа, например, там... Вы слышите? Какие-то вот... Это надо так изучать. Какие-то идеи нет? Мы слышали очень интересные рассказы. Вот там, правда, мы увидели там, боющие монтаны. Сделали какой-то, значит, город-мышкин. Что такое значит, что город-мышкин город? Это же не юг, да? Но это те же самые французы, которые говорят, что на эту мышку ехали, смотрели все. А вот где все? Там ничего не было, там ровно-медов, дорогой мете... Какой-то царай, да? А мы что-то рассказывали? Что-то есть. Что-то есть. У нас... У нас... Что мы не всегда делаем? Да что вы, давайте. Нет, ну... У нас речь идет только о том, чтобы привлечь туристов. Вот сколько мы не... Как экономический потенциал, почему бы и нет? Нет, ну я понимаю, правильно, но... А, между прочим, город, вы будете смотреть на город по-другому. У вас приедут совершенно гости, которые у вас никогда не были. И укажут вам на тот мусор, который лежит. Нет, мы уберем, мы сами уберем. То, что вы не видите, на самом деле, благоустройство для каждого раза. Почему нет? Я не говорю, что это не надо, но... Почему мы засыклились только на туризме здесь? Вот я сколько раз смотрю, у нас один... Кругом одна вот эта вот... Только туризм, 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 туризм. Он даст нам возможность в Российской Федерации... Но при этом, когда проводили... Но при этом, когда проводили фестиваль, по центру поставили уму урны, и они во всех объективах, на всех съемках вот две урны стоят полные вот этого дерьма, и везде в объективах. Невозможно сфотографировать. Выходишь на берег, невозможно сфотографироваться, рядом эти урны сидят. Ну почему? Если мы организуем фестиваль, неужели... Вот такую вещь, она не требует ни капитала, ничего не требует. Только вы поставьте вот здесь вот шину или урну в стороне. Вот это человеческое отношение. Получилось, что это наплевательское отношение к горожанам. И они это чувствуют. Поставим за шину, просят рядом шину. Нет, ну давайте так. Давайте ничего не делать вообще. Все равно надо плюнуть рядом. Давайте по этому не мусорную. У нас было несколько проектов. Первый проект по секционному центру, уже не вчера. Есть уже сегодня у нас дипостория. На том столе, да? Все, можете ознакомиться раз. Ваша идея уже... Нет, моя главная идея это сквозное образование с параллелем с высокими технологиями. Его нет. Я предлагаю сегодня, это рекреационная зона наша. Это туризм экологический. Туризм малый. Мы тогда с Анатолием Павловичем говорили с Абропель. Плюс у нас существует сегодня Кварцево-Пески. Этот проект тоже был разработан моим друзьями. Они уже занимались этим где-то. А у нас есть Анатолий Семенович. Да, Анатолий Семенович. Кто занимался... Малчай, бед. Ушел по-другому. Да, он вообще мальчик. А, он. Работал. Вот, у нас это все есть. Идея у Николая Юрьевича очень отличная по чистому экологическому питанию, которое должно присутствовать для того, чтобы люди сюда ехали в экологически чистые места отдыхать. А мы здесь работаем. Обслуживая. Матрица рта твоей деньги. Понимаете? Вот обслуживая это, и выращивание. Мы это уже увидим. Еще что есть. Может там еще что-то где-то есть сидели. Мы не всех выслушаем. Давайте. Что с пятой? Нет, ну с точки зрения туризма еще тогда добавлю. Кроме вот этих самых моментов таких. Но все-таки город под туризм нужно затачивать. У нас вот, допустим, на каменном магазине Бристай. Смотрите, какая выставка Бристай в лесе. Этот самый фасад закрыл. Ну это просто в варварстве. Анатолий Семенович, еще такие слова. Материцы, извините. Там полностью все расписано. Все про водохранилище сказано. Вся характеристика. И рыбные запасы. Сколько можно добывать. Вот это надо заниматься. Рыборазведение. Рыборазведение. Анатолий Павлович в свое время у нас на дереве там выкопал иериских хранилищ. Заниматься этим надо. Но чтобы этим заниматься, Анатолий Семенович, нужно чесить полу. Потому что наша рыба, она вонючая. Заводишь купаться туда. Если пойдешь купаться, то заводишь по колено и там уже не видно ничего. А если зайдешь по поясу, то не видно ниже чего пояса. Там воды подносится. Все очень нужно. Все уясно, кто сюда поедет. Зачем за этой рыбой. И рыбу никто не будет есть, если она будет выручивать. И там, наверное, запасы большие. Так вот, чтобы мы не говорили, все равно наш самый большой ресурс сегодня – это водохранилище. Надо его и чистить, и зарыблять, и, я не знаю, использовать как туризм, и как водную бруктурию, и как французов эту легенду белой холубницы. То есть, получается, нам тогда все равно надо все и эти полята все выращивать вокруг этого бруда. То есть, может быть, нам тогда его и сделать. Так полята надо заселять вообще. Ягоденно сделать. Заселять нужно полята еще. Фермерам заселять. Но это ведь не так, что взмыхло волшебной палочкой завтра все у нас тут и больше. Создать условия. То есть, да понятно, что должна быть концепция продуманная, проработанная, и найти вне постепенного. Действительно 5, 10, 12. Начать с вывески города, во-первых. На входу, на езде. Обустроить въезд в город. Ребята, это даже нет. Да, вы уже себе накидали. Вот что бы я хотел, чтобы они выпускали. Вот есть такая отречь «Корнац». Она дает 25 ватт электричества. Там с помощью пары алимента. Ну, в общем, там очень простое устройство. Дешевое. Там простая пластинка. Приклеивается к стенке печки. И выдает 25 ватт. Это вот такая маленькая печка. Но такую печку можно сделать большую. И вырабатывать до киловатта. Ничего не надо. Завод наш. Даже колхозная мастерская может выпустить. Но завод технологичнее. Он это может сделать. Но... Ну, если бы она такая простая вещь, я для ее боеволю выпускал. Но в Крыне делаю. Нож точно там. Сами понимаете почему. Да, понятное дело. Ну, в общем, печка простая. Ну, наверное... Это инновационная эта вещь-то. Не инновационная. Ну, она для вас требована. Вот мне провести шок электричества полтора миллиона надо. Одному. Пятнадцати фермерам. Вообще, это... Облачные деньги. Зачем? Когда поставил эту плечку, то все равно тупим. Это очень перспективная штука. Потом ветрогенераторы есть изобретенные такие. Они вертикальные. Они не дают этого рычания. Так-то ветрогенераторы очень вредны для всей окружающей среды, которые большие, промышленные. А есть такие... Вот... 200 литров бочкой. Видали? Это я примерно... Если ее вертикально разрезать и выднуть лопасти... Вот... Типа такого ведь есть генератора. А что мешает вам это сделать у себя? Я сельским хозяйством могу заниматься. В чем я понимаю? Я вас накормлю все-таки. Вот... В котельниче... Были распространены... Вот в котельниче... Почему он славился ветренными мельницами? Потому что он стоит на таком вот так, скажем, на возвышении... У нас тоже. И там всегда. Здесь мало у нас ветреных таких... Я строил Гринфилд. У нас сдувало... Круглый год. Нет. Только там. Только там, да. Остальное... Потом вокруг ветреных мельниц у них есть один недостаток такого. Вокруг них все животные, черви уходят, и земля становится неправличной. Это промышленные мельницы. Я прошу и говорю промышленные мельницы. То есть вот это от вибрации, все насекомые уходят, и земля пустыня становится. Ничего не плотносят, ничего нет. А я говорю про маленьких, которые нам тут... Избавлены от этого недостатка. Где я... В червежском организовываю, там... Круглый год ветер. Андрей, я не знаю... Что-то вы... А сколько нет... Я вообще хочу предоставить слово вот этому подобному человеку, да. Я понимаю, это гость нашего города, это посмотрел он из города Москва, и когда я думаю... Ну знаете, я здесь вообще совершенно случайно оказался, ехал мимо, и смотрел объявление сколков, и думаю... Интересно. Думаю, зайду, послушаю. Я, конечно, не смогу коалифицированно эту тему открыть, потому что... Меня зовут Александр. Я IT-директор в медиагруппе РЦБ, и, собственно, у меня есть МБИ от высшей школы экономики, поэтому в экономике я кое-что понимаю. А здесь отдыхаю просто. Значит, то, что бросается в глаза по белой холонийце. Первое. Здесь абсолютно не развита сфера услуг. Вот, в частности, я сегодня попробовал купить здесь пиццу, это невозможно сделать в принципе, потому что ее просто никто не делал. Ну, это странно. Я не знаю, как бы, ну, не везде ездил, не везде читал вывески, ну, наверное, какие-то парикмахерские тоже есть, вот, но это не очевидно. Это вот, ну, как бы, то, что навскидку, да, приходится сказать. А по демографии, опять же, ну, предположу то, что видел, довольно взрослое население. То есть, ну, где-то за там, условно говоря, 50, да, в основном. Нет таких? Ну, у нас как бы в среднем такое распределение, конечно. Я просто о чем хочу сказать. То есть, ну, отчасти это бьется с тем, что вы говорили, город доживания. Эти люди, они исправно получают финансирование из федерального бюджета. И, в принципе, я так понимаю, это одни из самых обеспеченных в условиях отсутствующего предприятия слоев. Наверное, стоит подумать об этом тоже. То есть, как-то вот, создать ту инфраструктуру, которая будет закрывать потребности самого обеспеченного слоя. Вот. Третий момент. По самому городу, то есть, ну, практически, насчет туризма. Дороги здесь, конечно, это жесть. Я сюда ехал на машине. В принципе, ну, то есть, вот, проехав где-то тысячу километров, я порадовался за то, в каком состоянии находятся дороги в России. До того момента, как ехал в Кировскую область. Вот. И здесь, вот, буквально, где-то километра, наверное, за два отсюда. До самого города. Ну, то есть, вот, от Кирова еще дорога более-менее, да. А вот, когда подъезжаешь уже почти к самой Белой Лунице, вот, ну, буквально два, два километра. Это дорога, да, я так понимаю, что это давнишняя история, то есть, ее никак не могут сделать. Вы говорите о туризме, но вот, вот эти два километра, они фактически убивают очень много. 200 рублей. Да, то есть, человек вот проедет один раз, он скажет, да ну нафиг, а в следующий раз просто не поеду. Ну, я так понимаю, что это, конечно, скорее к федералам, но, тем не менее, их можно как-то на эту тему, ну, скажем так, взбодрить, да. Вот. Что еще? Ну, и, конечно, для любого инвестора, понимаете, как, ну, даже если вы, допустим, при помощи коллег из Колкова какую-то сувенцию там разово получите, это то же самое, что кинуть камень в воду. То есть, шумообразов будет много, да, потом волны разойдутся, залягут, и, в общем, все будет как и раньше. Вам надо искать идею такую, которая будет играть в долгу. И здесь, ну, вот, собственно, все то, что прозвучало, наверное, действительно так, я, как бы, опять же, не будучи здесь местным человеком, не могу ничего говорить по этому поводу. Но я бы подумал, то есть, а вокруг чего, собственно, завод-то появился? Наверное, была какая-то идея, да, почему он здесь, именно здесь возник, и почему сейчас он не работает, да, тоже вопрос. Ну, собственно, как бы, я так понимаю, обокроется, да, завод сейчас? Ну, то есть, это же не значит, что там кто-то придет завтра и сравнивает. Будет новый собственник, с ним, собственно, надо тоже выстраивать отношения, и... А ваша задача просто развивать налоговую базу, да, чтобы можно было как можно больше компаний, которые платили налоги, из которых у вас уже будет и там цветы посадить, и все остальное. Ну, как бы, если коротко, то, примерно так. Основная идея как раздель, где-нибудь специфицировать этот бизнес? Ну, конечно, конечно. Я понимаю, что проблема основных городов в том, что есть одно предприятие, которое либо работает, и все хорошо, либо не работает, и тогда все все хорошо. Ну, я понял, следующее, если для того, чтобы у вас развивать идея, вас нужно срочно по нашему району, нашему городу, наверное, покатить? Ну, я тут кое-что покатался, я пляжем, может, пользуюсь регулярно, то есть... Нет, мы еще не бывали там, где хочет вас показать и выйти. Нет. То есть, если мы начнем с вами разговаривать, то, наверное, наверняка опять пойдем к нашему доходящему, к инфляции, значит, опять... Нет, подожди, Олег Кондинович, вы к нам зачем приехали? Я приехал отдыхать исключительно, но могу, как бы, что называется, поскольку я пользуюсь вашим природным ресурсом, могу в качестве бесплатного, как бы, для вас комплимента, могу каким-то своими знаниями, каким-то своим взглядом на эти вещи поделиться. Нет, мне просто интересно, вы к нам отдыхать встретили, к земле приехали, у вас либо родственники, а родственники, да? Да, у меня есть родственники. А, родственники, да? Угу. Ну, надо ее только по-другому как-то назвать, потому что звучит оно, конечно... Нет, это название... Город комфорта. Да. Все подойдет так. А то как-то отдают какими-то концлагерями. Те люди, которые сегодня на плате, вы правильно сказали, на пенсии, да, они говорят, зачем нам эти каменные мешки, зачем нам эти задымленные города, да, когда здесь будет застроено, например, наше поле чудес, там, на великом поле, комфортабельными, какими-то домишками, где они смогут себе посетить, в рядочку, на которую они могли бы взять... Амарантов. Амарантов, мафиншую, все это было сделано, да? Что-то деревья селомные будут, там чудеса, там лешни, например, бродяйте, русалки на этих седях, почему будем ехать сюда и не тратить здесь свою пенсию, да, это... Нет вопросов. А молодежь на основании чего здесь будет оставаться? Я бы задал еще один вопрос. Я бы сказал, что нет. Единственный источник дохода, при том федеральный, да, постоянно, постоянно. А где еще можно взять? Они практически там держатся у своих бабушки и девушек почти, что... Что они там сегодня в Кюре стоят, я не знаю. Они ходят там работать у нас... Вот беда одна, у нас очень мало мест культуры и отдыха где-то, да? Вот это их мгновение. И потому они уезжают туда. Так, если бы здесь была вся сфера-то отлажена для наших ветеранов, то молодежь отсюда уже приезжала. Сто процентная гарантия. А вы не понимаете, вот зачем уехали? Куда-то отдыхать, кстати. Все, спасибо. И не забывайте, если есть на свете рай, это Алуминский край. Об этом помните. Вот еще Александр, да, Александр? Он еще об этом не знал. Это убеждение только наше с вами. Ну понятно. Это нам так хочется. У меня еще вопрос. Вы часто говорили, у нас есть это, у нас есть то. То есть, в принципе, это все находится в собственности города или это просто у нас, потому что вот это здесь? Это что такое? Это уже есть какой-то собственность? Ну, предположим, вот тот же пруд, например, он чей? Это федеральное собственность. Федеральное собственность. И насколько вы можете принимать решение относительно судьбы, то или другое? Но земли, которые находятся вокруг Китала, они сниципальные. Они сниципальные. Это уже здорово, да? То есть вот тот заброшенный пионерский лагерь, который по деревне Шутово, он сниципальный уже часто. Часто совсем. Но рядом земля, в него идет сниципальные. Ну понятно. А вот выхода к воде там нет по причине. Почему нет там? То есть... Там забор прямо до самого вода. Что? Забор прямо до самого вода. Там невозможно пройти по берегу. Я думаю, что вам там не будет интересно ходить, потому что там этого сапропеллия... Ну вот то есть, как в высшем колесе, где есть пункт, да, там все? Поэтому вам там не будет ничего интересного. Вы возьмите чуть правее. Вот у вас выход из захода. Сапропеллия, да? Правее это где? А потом покажем. Ну давайте. Не отказывайтесь. Нет, пока вы наказываете. Вдруг вы будете остановить инвесторов сегодня в районе. Ну, если что-то прозвучит, я бы условно эти мысли смогут расходить правильно. Надо подсадиться. Я разговариваю. Здесь все. Ну да, хорошо. Вот вы случайно, когда встреча не бывает, вот высохли, сказали, что вы и что поедете уже, да? Ну это моя профессия, скажем так. Ну, я общаюсь с вами. У нас, например, надо брать, это мы. Вот это все есть. Мы, в принципе, к рабочему месту, в принципе, сейчас не препятствуем. По большому счету это тоже у нас звучало это. Правда, что сейчас любой город конкурирует за человеческий ресурс, потому что человек живет там, где ему комфортно жить. Я думала, что мы как раз поговорим о том, что не будем там ругать наш город, а именно скажем, что он можно сделать для того, чтобы он стал, не знаю, приятным для проживания, приятным, приятным специалистом, которые могут работать в удаленной компании, например, для тех же специалистов здесь, так сказать, пришли бы. Ну, опять-таки, я не знаю, насколько вы сможете там влиять на то количество фрилансеров, которое здесь есть. Если говорить про бизнесы, то, опять же, с учетом информационных технологий, часто какие-то функции выносят в рамках аутсорсинга, да, компаний, например, колл-центр. Это довольно часто, но здесь есть одна проблема, которая не видится, по крайней мере, на уровне федерального, это произношение, да, немножко такое специфичное. Это вот та проблема, которая часто отмечается тоже англичанами, они терпеть не могут, когда их колл-центры выносят в Индию. Это очень дешево, но совершенно невозможно понять по телефонному звонку, кто ничего говорит. Вот. А на уровне, как бы, вот Кировской области, наверное, это возможно. С точки зрения, опять же, таких информационных технологий, что бы вы могли предложить здесь для местного, так скажем, нашего региона, допустим, какая-то идея? Нет, это связано с реальностью, кстати. И там, в случае, с реальностью стороны. Главное, про дорогу можно говорить, глава дорога, дорога, но вам нужно как-то сказать, что нужно делать для этого. Ну, скажем так, это не было бы каким-то плюсом, но это является, несомненно, минусом, когда она платает. То есть, на это уже обращаешь внимание, думаешь, ну, наверное, нет, в следующий раз может быть. Ну нет, ну и понятно, что пицца вас в следующий раз тоже не привлекла. Ну, опять-таки, пицца, частный случай, я имею в виду в целом. Да. То есть, как вариант, просто подумай. В каком направлении? Я думаю, что мы все-таки обсудим, так сказать, как бы вы хотели видеть, а не то, что у нас там проблемы. Ну, как бы вы хотели, вы можете, конечно, придумать себе какую-то картину мира, которую бы все построили, но это же будет стоить денег. А как надо, в какую-то взять? Да. Ну, деньги зашипевать по фундаменту. Может появиться. Мы с вами обязательно Александр Ильичев. Все-таки. Дорогие друзья, еще есть. Елена Борисова, которая объединяет бизнес. Почему вы просто все-таки? Спасибо. Возьми, дыральность. Все здравые люди. И. Проглашение уже... Да. Вечер есть какая-то задача? Вечер есть какая-то задача? Вечер есть какая-то задача? Вечер есть какая-то задача, да? Мне то, что не должно. Ну, я начал говорить. Проглашение даже купить. Закрываем. Закрываем собрание. И будем просто еще думать, потому что вы туда никуда не денетесь, если у нас появится группа сегодня очень... 15-го числа с чем-то приехать, для тебя поздравили. Да, я вам посмотрю и скажу, что у меня есть идея. Но вообще считаю, что Лишина начинает передать. Вы представляете, вы вчера взяли подъемную руку и сказали, вы езжайте к нам, братья и сестры, и мучайтесь. А вы знаете, я отразила 7 минут. Я сразу отъем заполняла. Секунду. Ну вы молодцы. Секунду. Нас поставили там в позу. Я знаю. Закрыли в кабинет и сказали, никогда, решайте. И мы сидели. Все по силам. И поэтому, я ведь, Борисовна, как по силам сегодня. Я думаю, что мы тут тоже с мужиком на крышку сейчас. Нет, ну давайте, может реально у нас есть еще какое-то предложение? Может еще кто-то не высказался? Может еще кто-то что-то предложил? Ну вот здесь вот все-таки такой момент, вот все-таки, И насчет IT-технологий, он как специалист, все-таки он, может быть, что-то нам посоветовал бы с точки зрения IT-технологий в данном регионе в нашем, может быть, что-то, как-то вот это. Может быть, он что-то, с точки зрения того же интернета, каких-то когнитивных технологий, IT-технологий там. Что-то можно предложить, что могло бы помогло нам, так скажем, здесь, вот в том же туризме, в тех же вещах, вот допустим, или еще что-то. Вот какие-то вот такие ключевые моменты, которые мы можем не знать или не учитывать в данный момент, то есть как? Ну, я понял вопрос. Ну, смотрите, первое. IT-технологии, это, по сути дела, те же дороги, да? То есть можно пройти, протоптать торги, Причем они сейчас большую роль даже играют, чем дороги. Можно проехать по асфальтированной дороге. Наверное, когда она асфальтирована, это лучше. Ну, то есть это в любом случае не заменяет какую-то идею, да? Она может помочь. В этом смысле единственное, что можно сделать на уровне, опять же, там, предположим, городской администрации, ну, как-то способствовать тому, чтобы телекоммуникационные каналы там, к слову говоря, расширялись, да, и была большая доступность этого всего. Ну, я думаю, это делается и так наверняка. Второй момент – это информирование, да? То есть, предположим, у вас будет какой-то пул проектов, которые вы считаете инвестиционно привлекательным, делают ваш, ну, там, край или область. Соответственно, о них надо как-то заявить, да? Вы можете их, выходя на конкретного инвестора, на какие-то, на конкретной площадке, да, заявлять, либо просто сделать, допустим, сайт, на который можно будет зайти и, собственно, посмотреть это все. И в данном случае это просто, ну, как бы, делают еще ближе, да, все эти. Ну, вот, наверное, на вскидку так. Такую, так скажем, площадку, сайт, информационный сайт, который является площадкой такой, так скажем, предложения, обсуждения и рекламы одновременно. Ну, как бы, да, может быть так, но в любом случае там должны быть описаны эти проекты, причем не просто описаны на уровне того, что неплохо было бы сделать, а дан четкий расчет, да, то есть… Ну, это был нужен же специалист, который бы ввел этот сайт обязательно. Чтобы инвестор, да, пришел, посмотрел, ну, вот это, наверное, было бы интересно, что это уже как-то не пролазит, да, в какие-то бюджетные ограничения, там, ожидания. Здесь такое равное пище. Вот любой такой сайт должен ввести постоянный специалист какой-то, значит, достаточно высокого уровня. Ну, это детали, это, на самом деле, вообще не принципиально. То есть это делается… Ну, понимаете, как, мы… Мы не по этому роду очень простой. Любая работа должна оплачиваться. Ну, что же, друзья, да, на сегодня подведем итог нашей с вами встречи. Спасибо вам за интересные идеи, за диалоги, за обсуждения. Мы? Я надеюсь, что мы действительно не последием. Надеюсь, что мы увидели. Давайте мы уже накидали здесь. Да. Команда скоро появится. Ну, приедет в очередном году. И снова нам кто-то скидывает. Что вы накидали? Да, давайте. Разумеется. Любитва, наверное, она как звездочка, которая все пишет, все ведет. То есть мы увидели, сколько ничего будет. Ну, в принципе, у нас все равно получилась пока такая рекреационная зона, оздоровительный какой-то центр. Да. Сельское хозяйство – это природное заведение. Экологические какие-то продукты. Туристический бизнес. Ну, все-таки пока не нашли мы другого слова пока, так сказать, доживания. То есть все-таки у нас пока в это все смещать. Коммуны-космосы. А почему нет? А? Коммуны-космосы. 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 Ну, то есть люди, которые брошены семьи. Почему нет? Они стали не целых поселок. Ну, вот. Чем они присутствуют? Ну, вот они темные случаи, а чтобы... Александр правильно сказал. Это не требование вложения и деньги, сами протекут. А это, значит, федеральное финансирование, то есть пенсии банальные. Это же я или нет? А, я не знаю. А, я не знаю, что это не пенсии. А, я не знаю, что это не пенсии. А, я не знаю, что это не пенсии. Это обеспечение, это медицинная, это коммунитивная, информационная технология. Это все вокруг борта лица. И все. Мы делаем полом. Вы, как вы, пишите, влезюмеры? Влезюмеры. Влезюмеры. Зачем поломят? Куда тогда продают? В дальние поли, за гражданином сделаем. Вы поняли? Стечки поставили к Вечестрам и включал. И все. Ну, я, в хорошем смысле, я беспокоен. Нет, понятно. Вот не говоришь, что мы должны эту категорию подойти, кто к нам поедет. Каждый категория. А ведь, смотрите, помни, вот они доживели. Сколько он у нас на великом поле? Я живу там, в городе живу. Ведь они же, они там, как сказать, заработали хорошую пенсию. И приехали сюда. И они не поехали на юг. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...